Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Сергей Сергеев потребовал ужесточить мира по отношению к водителям большегрузов и хозяевам неряшливых строек. Контроль и учет Маранапа напомнил чиновникам на кассу Владимира Ильича Ленина. Склад-магазин «Мой Дадыр» дарит покупателям подарки и скидки за улыбки. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Грязь на дорогах даже в сухую погоду в Анапе осенью возможно и такое. Грязь со строительных площадок вывозят большегрузные автомобили. Работники коммунальных предприятий грязь убирают. Такая система работает не первый год. Пора ломать стереотипы и наводить порядок. Распоряжением мэра Анапы Сергея Сергеева водители большегрузов и хозяев строек в ближайшем будущем обяжут пересмотреть грязную практику. Осенью Анапа превращается в сплошную стройку. Бетономешалки и большегрузные машины становятся неотъемлемой частью автомобильного потока. Заметны они в нем не только своими выдающимися из общего контекста размерами. Грязь сопровождает такой автотранспорт неизменно. Хоть в сухую погоду, хоть в распутицу. Мы наблюдали за тем, как они выезжают со строек. Водители в полной уверенности, что поступают правильно. Огромными колесами тащат грязь в город, хотя по правилам ПДД, пункт правил 1.5, водителям запрещается загрязнять или разрушать дорожное покрытие. РБУ на улице Амельково не просыхают в любую погоду. И ни разу за несколько дней съемки мы не увидели хоть каких-нибудь попыток вымыть колеса автомобилей. Хотя свои сапоги один из водителей обмыл все-таки шлангой. То, наверное, потому, что видел направленную свою сторону видеокамеру. ООО «Строитель» – фирма, построившая в нашем городе немало. Это сколько же килограмм грязи их бетономешалки перетащили на городские улицы. Ведь до сих пор на выезде из раствора бетонного узла так и нет хоть какого-нибудь маломальского устройства для мытья колес. Керхер сегодня приобрести не проблема. Любая уважающая себя фирма его имеет. Но стройки на улице Ленина и РБУ на улице Амельково живут по старинке. Инспектор ГИБДД Александр Никифоров рассказал нам, что периодически выписывает водителям штрафы по 10 тысяч рублей. Только ВОЗ и ныне там. Ничего пока не меняется. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион. И в продолжение темы. Занесло на повороте. Два автомобиля не поделили дорогу на перекрестке улиц Самбурово и Владимирской. Подробности прямо сейчас. Дороги то ли узкие, то ли скользкие. Смелое предположение, что Опель на перекрестке занесло, вполне оправдано. Давнишняя проблема в городе. Грязь на колесах большегрузов после работы на строительных площадках остается на дорогах. А тут и до аварии. Недалеко. Удар по касательной перебросил отечественную ладу с одной полосы дороги на другую. В обоих автомобилях, кроме водителей, находились пассажиры. Сотрудники скорой оказали пострадавшим помощь на месте. К счастью, в этой аварии обошлось без жертв. Все участники ДТП живы. Курс на участие во всех целевых программах, четкое исполнение распоряжений и ответственное отношение к работе. Маранапа Сергей Сергеев провел очередное планерное совещание. И напомнил руководителям управления и служб золотое правило успешной работы. Контроль должен быть постоянным. Планерное совещание по традиции начали с отчета о криминогенной обстановке. У анапчанина в Сотпищевик оперативники изъяли целый арсенал оружия. В ходе обыска в домовладении в Сотпищевик у местного жителя 54-го года рождения, проживающего в Сотпице-Нарске, ранее судебно по стадии 105-й, сотрудниками уголовного розыска было зеркало. Автомат Калашникова калибра 5,45 и два магазина к автомату. 21 патрон калибра 5,45 и 9, 7,62 мм. Два гладкоствольных ружья, оптический кольцел и две гранаты. Воспуждено уголовное дело. Сотрудники роты ДПС и ГИБДД зафиксировали 337 нарушений правил дорожного движения. 42 водителя превысили скорость, 12 управляли автомобилями пьяными. По Краевому детскому закону 1539 провели 114 проверок. К административной ответственности привлекли 26 родителей. Проверили документы и законность проживания 76 иностранных граждан. Провели внеплановую проверку настройки на Субсехском шоссе 26. Из 22 иностранных работников 20 оказались нелегальными гастарбайтерами. Работодатель – московская фирма, в отношении которой возбуждено административное расследование. Штраф за каждого из 20 нелегалов может достичь 800 тысяч рублей. А значит, московские бизнесмены могут обеднеть на 16 миллионов рублей. Всего за неделю выдворили 21 иностранца. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая напомнила принятие на сессии генплана – начало большой работы. За две недели предстоит определить границы и поставить на кадастровый учет земли населенных пунктов. Далее – разработать и утвердить правила землепользования и застройки. Светлана Яровая доложила – другая задача, поставленная главой города, выполняется. По поручению главы города мы продолжаем работу по аншлагам. На сегодняшний день установлено 187. До конца, Дмитрий Павлович, я доложу вам о какой количестве еще идет речи, какие сроки. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина отчиталась о средствах, поступивших в городской бюджет, о планах расходов и необходимости экономии. Управление образованием, управление имущественных отношений, школа номер 7 и детская и юношеская спортивная школа номер 1. До 25 ноября попрошу погасить задолженность и предоставить платежи. Следующая информация – это координаторы муниципальных целевых программ. За ноябрь-декабрь месяц вы должны привести свои программы в соответствии с фактическим исполнением. В 2013 году вы уже знаете эти суммы, которые вы осложите. И параллельно проведите мониторинг исполнения показателей и критерий оценки выполнения программы. Специалисты налоговой службы за неделю подготовят списки должников по налоговым платежам. До конца года руководители городских управлений должны отчитаться об освоении средств, выделенных в рамках краевых программ. Раньше Анапа участвовала в 17 из 24 существующих краевых программ. За этот год удалось добиться, чтобы работы велись уже по 23 программам. Мэр Анапы Сергей Сергеев распорядился – анапчане должны участвовать во всех. В Сочи, Геленджи в прошлом году получили средства на расчистку русилных. Анапа ничего не получила, у нас же нет ни русил, ни подтопления, ничего. Это главный угол вверхности работы руководителя. Дальше, по санитарно-куродному комплексу, ни в одной программе, той, которой вы должны были участвовать, мы не участвуем. И, почему я сказал по Сергею Алексеевичу, два дня, приятное известие получаю, оказывается, с этого года работает программа по обеспечению участковых полномочия жилье, софинансировая 5 на 95. Вот, соответственно, 5 наших 95 программ палятся, палятся. И господин Рекимов в марте написал, мы участвовать не будем в этом году, мы посмотрим, будем, возможно, в 14. Мы будем участвовать во всех, я еще раз почувствую. На этой неделе проведут корректировку размещения экскурсионных точек на контроль заместителя мэра Юрия Полякова, подсветка деревьев и рекламных щитов на Пионерском проспекте, санитарное состояние прилегающих санаториям территорий. Задача начальника и специалистов управления торговли – проверить законность продажи алкоголя в магазинах. Сергей Сергеев снова напомнил, многие вопросы и проблемы пересекаются в нескольких сферах – санаторно-курортной торговли и строительстве. Еще раз обозначено – анапчанам надо помогать развивать бизнес и работать с субсидиями, бескорыстно, не требуя благодарностей. Контрольный вопрос планерного совещания – капитальный ремонт многоэтажек в городе. Анапа в шестой раз участвует в программе софинансирования капитального ремонта жилых домов. И до 1 декабря этого года ремонт должны завершить на всех 18 многоквартирных домах. Обсудили и проблемную тему – грязь от большегрузов, выезжающих со строек нередко становится причиной аварий на перекрестках. И город выглядит неопрятно, когда на улицах и дорогах даже в сухую погоду – грязь. Побочный эффект – несоблюдение правил застройщиками в городе. Они обязаны на выезде со строек устанавливать мойки для колес большегрузов. Уже сегодня в администрации проведено совещание, контролирующие органы и ответственные службы напомнили всем застройщикам правила строительства. Никакой грязи – обязательная мойка колес большегрузов, транспортировка грузов с осторожностью и под тентами. Анапа – город курортный, грязь на дорогах недопустима. И суммы штрафов солидные. До 800 тысяч рублей на юридическое лицо. Легче и дешевле – соблюдать правила. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Детский сад в Субсехе даже издалека смотрится как яркий теремок. Эта стройка года и при близком рассмотрении впечатляет. Но до истинных восторгов еще далеко. Очередная выездная планерка, которую провела на стройплощадке первый заместитель главы Светланы Яровая, показала, что резервы для ускорения процесса ввода детского сада в строй не используются должным образом. Светлану Владимировну Яровую хорошо знают в городе как человека требовательного и принципиального. Она курирует земельные, имущественные, правовые отношения и градостроительную деятельность. И все это опирается на ее глубокую компетентность и многолетний опыт работы именно по этим направлениям. На стройплощадке детского сада «Волшебная страна» ее узнают сразу. Она внимательно прислушивается к доводам строителей, но точно знает, что в графике их работ есть множество неиспользованных возможностей. Понимаете, я с вами согласна, что вы приложили усилия. Вы действительно молодцы. Молодцы. А мне сегодня нужны сверхусилия. Понятно такое понятие? Сверхусилия. Может и не надо было бы прикладывать сверхусилия, а просто организовать работу в две смены. Или одновременно со штукатуркой стен выполнять стяжку пола, укладку плитки, остекление окон, установку входных дверей. Сегодня такой этап, у нас есть подорожка, где-то жить, вот, вот, жить тут. В ближайшие две-три недели. Все обошли на втором этаже и на первом этаже. По одному помещению, где работают у вас по отделам. А сколько помещений, которые просто не отделано. Планировка территории, установка заборных секций также может вестись параллельно отделочным работам. Поэтому у субподрядчика спрашивают четкие сроки. Мне надо изложить подробно, сколько, дата, когда, чуть ли не время. Строительство детского сада вступает в такую фазу, когда промедление на любом этапе сорвет общие сроки его завершения. Как объяснить это 250 малышам и их родителям, ждущим главного предновогоднего подарка. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион. Позитивную акцию проводят на складе в магазине «Мой Дадыр». Предоставляют скидки за улыбку и кодовую фразу «Знаменитый Мой Дадыр». Профессиональные моющие средства и бытовая химия по отличным ценам. Покупать выгодно, качество гарантировано. «Мой Дадыр» предлагает более 7 тысяч наименований товаров. В магазине делают скидку за кодовую фразу и улыбку. Улыбаетесь, произносите фразу. И получаете скидку 7%. Скидка для держателей дисконтных карт – 10%. И каждому покупателю за сумму в чеке более 500 рублей. Комплимент от «Мой Дадыра» – то самое мыло душистое. Действует наличный и безналичный расчет. В «Мой Дадыре» принимают к оплате карточки. Склад «Магазин Мой Дадыр» на улице Астраханской, 98. На сегодня это все новости. Прямо сейчас прогноз погоды на завтра. В среду 20 ноября в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 11-15, ночью до 8 градусов со знаком «плюс». Ветер восточный 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 8 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и салона магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона» – все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона» – Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова